Пятничный арест целого начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова дал богатейшую пищу для всевозможных суждений, умозаключений и даже мини-расследований на фоне разного рода информационных утечек, удержать напор которых в такой ситуации вряд ли возможно. Так, например, сам Миронов поначалу, может кому-то даже показаться, что высокомерно, проигнорировал залп вопросов от журналистов, дожидавшихся его в Ленинском суде Екатеринбурга, куда его доставили для решения вопроса о мере пресечения из ИВС на Фрунзе, куда его, в свою очередь, привезли после задержания. По свежепоявившейся версии, задержали железнодорожного генерала в кабинете генерал-лейтенанта Петра Решетникова, начальника Уральского следственного управления на транспорте, куда его вызвали по тому самому деле о взятке, которая до того находилась в разработке Свердловского УФСБ. Так вот, прокурор просил суд провести заседание в закрытом режиме, ссылаясь как раз на то, что поберечь бы надо тайну следствия. И с ним согласился и адвокат, и в итоге суд. Но обе стороны в дальнейшем были столь громогласны, что порой казалось, что тем самым они пытаются компенсировать неудобства, высаженные в коридор прессе. В принципе, она на тот момент уже была в курсе, что Миронову предъявляют в виде полученной взятки некие проектные работы, проведенные в его интересах, но оплаченные каким-то коммерсантом. И якобы Миронов на самом деле платил за них сам, и есть даже платежки. Ну, вот так вот его хотят подставить. Это, как вы поняли, версия коллег-железнодорожников. А дальше на весь коридор постепенно прозвучали и названия фирм «Премиум», «Стройтикс» и фамилии Акулов, Строконов, Величко и Савранин. Последний, очевидно, один из заявителей, про которого адвокат Миронова, столь же уверенно пробивая голосом преграды, «ввещал». Цитируем по агентству «Знаком». «Заявитель — это ранее судимое, отбывавшее за особо тяжкое деяние наказания лицо. Это синее, извиняюсь, создание сделало так, чтобы на Миронова был компромат, чтобы появился на него крючок. А кто на самом деле это синее создание? Он только один из сотен подрядчиков третьего или четвертого уровня, не имевший прямых взаимоотношений с РЖД». Конец цитаты. Довольно-таки мгновенно выяснилось, что Евгений Савранин, руководитель фирмы «Стройтикс», действительно сел в 2004 году по четвертой части статьи 111 УК «Затяжкие телесные со смертельным исходом» на 7 лет. Надо отдать ему должное. Общаясь с журналистами, он эту страничку своей биографии осветил даже подробнее. Цитата от портала «Ура.ру». «В результате моих действий погиб человек, который в пьяном виде кинулся на меня. Я очень об этом сожалею. Возместил полностью моральный вред потерпевшим. Был условно-досрочно освобожден почти 10 лет назад». Что же касается дела, то эта отсидка, мол, никак на него не влияет. И о господине Миронове, Савранин сказал буквально следующее. «Он через взятки и откаты воровал, по сути, государственные деньги на сотни миллионов рублей», заявляет Савранин. «Все, с кем я знаком, и кто строил для железной дороги, находились в сетке обязательств». Конец смелой цитаты. «Весьма интересной оказалась позиция прокурора, который на пятничном заседании суда со следствием, настаивавшим на аресте обвиняемого во взятке и содержанием в следственном изоляторе, солидаризироваться не стал. Обвинитель высказался за то, что хватило бы с него и домашнего ареста. Мол, ситуация такова, что заявитель ссылается на документы, против которых есть документы со стороны Миронова, то есть бумаги против бумаг, зачем человека при этом зарешочивать, вроде как излишняя». Ну и в целом, со слов прокурора, стала ясна общая сумма то ли оплаченных заявителем, то ли оплаченных все же Мироновым услуг, составляющая 725 тысяч рублей. Ну и выяснилось также, что непонятка эта тянется аж с 2015 года. К тому времени и сам Миронов уже осознал, что гордо воротить нос от прессы не в его интересах, а как раз-таки наоборот. И когда судья объявил перерыв, по пути в конвойное помещение он уже сам искал объективы телекамер и вещал в них, что все это настоящая провокация, что он докажет все это в суде и что-то еще, но не успел. А продолжил он спустя час, когда судья Андрей Шашкин рубанул с плеча своим вердиктом арестовать, но не по-домашнему, а в СИЗО для начала на два месяца. Вот тут Алексей Миронов стал прессе лоялен уже максимально и, повернувшись к корреспондентам, он начал говорить о своем несогласии с судьей. Близко к оригиналу процитируем по расшифровке знак.ком. Как я могу удавить наследователя, если есть целая система контроля? Товарищи Савранин, Акулов и Широков, возглавляющие компанию «Стройтикс», являются заявителями в этом громком деле, и совершенно очевидно, это три судимых человека. Почему факт возник сейчас, в 2018 году, хотя прецедент состоялся в 2015? А потому что были сделаны мной жесткие выводы, кадровые изменения в этом году, и «Стройтикс» лишился извращенной финансовой схемы. Прямых договоров он с РЖД никаких не имел, выступал на третьих-четвертых ролях суб-суб-суб-подрядчиком. Почему именно в 2018-м? Кадровые изменения и выбита почва из-под ног. Можно было ждать и 2019, и 2020, любое удобное время для создания и формирования дела против меня. А заключение под «Стражем» два месяца совершенно необоснованно. Никому я не угрожал и угрожать не могу. Конец цитаты. Когда конвой уже практически удалил прессу с места неурочной пресс-конференции, Миронов говорил еще что-то о платежках на 650 тысяч, очевидно, имея в виду, что они почти гасят те самые 725, но закончить не успел, а адвокат продолжить мысль клиента странным образом не пожелал и вместе с тайной следствием уехал на своей машине. Также осталась незатронутой сенсационная вроде бы версия о возможной связи этого дела с делом московского полковника Захарченко и его 9 миллиардов рублей наличности под матрасом. Но впереди еще много времени и много еще впереди утечек всему свое время, со временем и узнаем, что есть сказки, что провокации, а что и правда.